Здравствуйте! Где и как будут отмечать масленицу в этом году? Что мы знаем об истории праздника и каким будет движение транспорта во время масленичных гуляний? Об этом расскажет руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова и заведующая отделом этнографии Самарского областного историка Краеведческого музея имени Алабина Наталья Лосева. Здравствуйте, Татьяна Викторовна, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Ну давайте начнем все-таки с истории праздника, потому что, наверное, мало кто помнит о ней. Мало кто задумывается. Задумывается. Но вот скажите, пожалуйста, интерес есть сегодня к этому, к истории? Бесспорно. Как к большинству праздников, народных праздников сейчас интерес есть. Как и среди вот обывателя, так и среди людей, которые увлечены этим. Тех людей, которые занимаются специальным изучением культуры, фольклорные объединения, реконструкторы, реставраторы декоративно-прикладного искусства, которые вносят в нашу вот окружающую жизнь. Все занимаются изучением праздника. А когда он появился? В каком веке? Есть такие данные? Вообще Масленицу считают дохристианской традицией. И именно той традицией, которая плавно вписалась в православный календарь, но не получила никакого аналога среди православных праздников, которые вот, допустим, день зимнего состояния, он близок к Рождеству. И вот здесь уже произошло слияние традиции. У Масленицы такого аналога в православном календаре нет. И Масленица, ну, ее еще называют в православной традиции сарапустной неделей, вот, кануном Великого Поста. Но на протяжении своей истории церковью этот праздник, конечно же, порицался, с Масленицей боролись, но в то же время священники писали в конце XIX века примерно следующее, что на Масленичную неделю, в воскресенье, к обедне половины прихожан на службе не досчитаешься. В причине того, что Масленицу надо проводить, да как положено. То есть и священник тоже осознает, что есть какие-то каноны нехристианские, по которым этот праздник тоже проходил. А основной смысл праздника какой? Мы продолжаем зиму или что-то еще? Нет, этот как раз... Или совсем не то? Праздник символизировал собой переход от зимы к весне. Но поскольку в большей части нашей страны в это время еще, как правило, лежит снег, сроки Масленицы, они зависят от сроков Пасхи, это неделя за 8 недель до Пасхи. Масленичная неделя, потом 7 недель Великого Поста. И, как правило, это конец февраля, начало марта. Конечно, сейчас погода с нами играет. Какой-то год это может быть открытая земля уже практически, а какой-то год сугробы, как и нас в этом году, они, вот, Масленица, встречают. Понятно. Татьяна Викторовна, скажите, пожалуйста, что-то в этом году будут какие-то отличия в праздновании Масленицы от того, как это было в прошлом году? Вот я прекрасно помню, как было в прошлом, а что-то появится новое. Мы с Натальей Юрьевной уже много общались на эту тему, и, знаете, мне очень нравится, что она действительно очень правильно подчеркивает традиции. Да, традиции. Провожаем мы или нет, здесь вот в большинстве, конечно, в сознании большинства людей, конечно, это проводы русской зимы. Вот некое сложившееся такое вот видение широкая Масленица. Отличаемся, наверное, я думаю, скорее всего, более да, чем нет. Потому что сейчас уже подготовка центральной площади города к широким гуляниям, она уже в разгаре у нас. И в этом году мы на площади Куйбышева с 20-го числа по 26-е числа будем отмечать, провожать, праздновать, наверное, кто как выберет это для себя. Но каждый день будут мероприятия с 20-го по 26-е, получается, да? Ну, они достаточно будут разные по своему и наполнению, и насыщению, потому что мы понимаем, что неделя, она все-таки рабочая, а эта неделя перед Масленицей, она выдалась нам удачной с точки зрения еще четырех выходных. Поэтому 20-го, 21-го, 22-го одна программа, а с 23-го по 26-й она, естественно, более насыщенная. Ну, наверное, первое, что хотелось бы отметить, мы впервые ставим такой крупный арт-объект уже полюбившегося персонажа, символа, проводов русской зимы, масленичной недели, это маслену. Красивую, большую, с подсветкой, надеемся, что, ну, для нас это тоже первый опыт, ну, первый всегда, кстати, не блинкомом, но самый лучший получается. Вот, сейчас работы ведутся по заведению каркаса, в выходные дни мы начинаем ее одевать уже и в платье, и в фартук. Она большая будет? Ну, 23 метра, я думаю, что это достаточно. Ну, как размер нашей новогодней елки. Вот, достаточно интересно должно получиться, если войдет, мы поймем, что это будет, ну, всегда любому посетителю, мы отмечаем же и видим очень много посетителей разных массовых гуляний, всегда интересны какие-то мощные, масштабные арт-объекты, красивые, где можно запечатлеть себя на фотоаппарат, и светящиеся буквы Самары останутся, и со своей нашей уже традиционной вязью появится замечательный объект, самовар, самарский самовар со сценой. И ряжеными скомароками, которые будут работать со зрителем, это уже с понедельника, к вечеру она у нас уже засветится. Ну, и, пожалуй, то, что пришлось по сердцу юным горожанам, ну, и взрослым, я бы сказала, это будет работать усадьба Деда Мороза, но поскольку все, это последняя неделя зимы, Дед Мороз пригласил к разговору, пригласил к себе в усадьбу весну. Поэтому и усадьба немножко преобразится, вот, Емеля уже приехал, печь поставил, сам забежит уже 20-го числа, с дымком, такое очень симпатичное все получается. Баба-яга со ступой в зиму, она где-то ее там в лесах оставила, а в этот раз и ступ с метлой все как положено. Ну, замечательный персонаж русской сказки Колобок повстречает еще наших юных горожан, также они пройдутся по сказке, потому что этот проект зимой получил большой отклик, позитивный отклик не только самарцев, но и жителей Самарской области и других регионов было очень отрадно. Я говорю, это почти 15 тысяч человек за 11 дней. Вот этого счастья, этой радости общения с самым долгожданным, наверное, персонажем, вот в любом абсолютно возрасте, потому что видела реакцию каждый день взрослых людей. Поэтому в избе Деда Мороза, помимо Снегурочки Деда Мороза, уже будет весна, и там уже немного даже расцветают сейчас подснежники, и даже елка преобразилась и стала немного совершенно другой, поэтому... Стоит посмотреть, прийти, да? И работать это все будет в будние дни с 20 по 22, с 16 до 20.00, учитывая, что ребятишки где-то еще пока в школе, в детском саду, вот, а уже с 23 по 26 февраля, это уже с 12 часов до 20 часов, вот, потому что у и у зимы, и у Деда Мороза очень все-таки много дел. Вот, учли мы в этот раз и много пожеланий, которые высказывали нам горожане, критических пожеланий, это нормально, это вполне разумно. А что не понравилось? Ну нет, не то, что не понравилось, были пожелания, но, во-первых, и стоять приходилось в очереди, но тут мы с этим никуда не делаем. А вот сейчас тоже холодно, подкрепиться и выпить горячего чая. Поэтому рядом с усадьбой появится уже небольшой магазинчик, где будет чай и продукты уже масленичные, я так предполагаю. Появится еще небольшая зона аттракционов, деревянных аттракционов, совершенно милых, потрясающих. Я говорю, я настолько, вот, полюбились там эти мастера, мастерская дубыня, ложки качели такие в русском стиле, лодья тоже с качельками, небольшая карусель, арт-объект сковорода, богатырские сапоги. И войти нужно будет туда через ворот определенные. Поэтому здесь пока вот идет момент ожидания и прихода к детушке, и к весне, поэтому можно будет ребятишкам чем-то еще с родителями заняться. А это статус, вот, можно сказать, что это семейный праздник, что интересно будет и взрослым, и детям. Стоит ли приходить всей семьей вот на такой праздник? А вот так и приходят. Мы предполагали одно, потому что заходит всегда, ну, большинство семья. И были постоянные посетители, то есть приходили по три раза за 11 дней. Кто-то бабушку уже привел, кто-то дедушку привел. Конечно, не успевают себе попасть, не все устраивает, но мы должны понять, что, ну, есть какие-то физические возможности, да, работы любого абсолютно проекта, когда каждому нужно будет все-таки немного отдохнуть. Это о постоянном. А вот Масленицу называют широкой. А вот если брать в масштабе города, она действительно будет широкой? Или только вот на площади Куйбышева все сконцентрируется? Может, по площади еще договорю? Давайте. Это же еще не все. А еще не все? Конечно. А чтобы еще было веселей горожанам, то с 20-го числа о Масленице, о тех традициях, которые рассказывала Наташа с понедельника, и ведь каждый день имел свое название, имел свою традицию. Я вам про длинные тещины помню, по-моему, четверг. Да, и Золоткины посиделки. Совершенно верно. День каждый имеет свое название. В понедельник встречали встречи Масленицы. Вторник – заигрыши. Это был первый день, когда начинались гуляния. Ну, как правило, в этот день уже точно начинались гуляния на улице, начинались игры, вот те развлечения, о которых Татьяна Викторовна рассказала. И, конечно, среда, лакомка. Даже у самой ленивой хозяйки в этот день должны уже на столе были появиться блины. Четверг широкий. Четверг в традиции с этого дня начинались ярмарки, поскольку Масленица – это было еще периодом торжеща, как раз вот когда можно было купить самых разных товаров на ярмарке. В пятницу называли тещи на вечерке, в субботу – заловки на посиделке. И вот эти два дня, они были направлены на то, чтобы ходить друг к другу в гости, прежде всего к близкой родне. Вот как и всю Масленичную неделю мы ходим в гости как можно чаще, гостей принимаем. Вот в эти дни они вот были закреплены как раз вот за конкретными людьми. Ну и воскресенье, это прощенное воскресенье, правда, Масленица, да. А вот можно поподробнее, сейчас секундочку, про прощенное воскресенье, в чем смысл? Ну, чтобы мы понимали, что нужно делать, потому что мы знаем, вот, о традиции, по-моему, какой-то есть разрыв, да, непонятно, что делать. Да, вот когда мы с Масленицей прощаемся и прощаемся с уходящей зимой. И этот день, он напрямую уже связан как раз с православной традицией, с традицией поста. Великий пост предваряется как раз вот прощенным воскресеньем, когда необходимо попросить прощения за свои какие-то прегрешения и обиды. Сначала днем просили прощения у какого-то дальнего круга, у знакомых, а вечером уже ближе ко сну готовились и просили прощения у самых близких людей, тех, кого мы, как правило, больше всего обижаем, чаще всего обижаем. Вот у этих людей, у родных, близких, у своей семьи просили прощения уже ближе к вечеру в этот день. И вот именно об этом, об этом, о том сейчас рассказывала Наташа, в течение семи дней на сцене нашего самарского райка, об этом тоже с Наташей говорили, была такая хорошая традиция русская, самарская. Потому что это театр такой в стиле, он оформлен, который стоит у усадьбы. Артисты средствами театрального искусства, там, определенно, турги, песни, хореографии, они расскажут именно об этих традициях, что же было такое на Руси, вот этот каждый день. Поэтому, когда вот Наталья говорит уже о том, а вот начиналось торжеще, и большая ярмарка, это город мастеров, именно заработает в эти дни. Хотя мы уже город мастеров поставим к понедельнику, туда придет то количество умельцев этих мастеров, которые изъявят желание, а уже с четверга по воскресенье, к воскресенью по нарастающей, будет очень большое количество людей, которые желают и показать, и продать то, что они делают своими собственными руками, совершенно разные люди, совершенно с разными приходят поделками, и очень простыми, и популярными, и эксклюзивными, и дерево, и солома, и чего там только не увидишь, и вязание. Достаточно всегда бывает интересно и очень многолюдно. Поэтому прийти и посмотреть в выходные дни, даже и в будние дни, и купить что-нибудь, такая возможность, конечно, будет у наших горожан. То есть вот все раскатывается, как положено. Слушай всегда, Наталья, думай, как мы попали вот в эти правильные традиции, русские традиции. И заодно будет весело тем людям, которые вдруг случайно, мимоходом посетят площадь Куйбышева. Город мастеров, традиционный стол, бой на подушках, аттракционы, мастер-классы, март, апрель, май уже у нас такая сложилась, вот три весенних палатки, где наши педагоги будут показывать и работать вместе с ребятами. Преимущественно, это интересно в основном детям заниматься чем-то достаточно интересным, делать солнышки маслены. Это всегда интересно. Фотографирование со сказочными персонажами. То есть вот этого, все, что касается гуляния... Это такой современный момент, да, вот фотографирование. А это мы делаем в Тантамореске, именно вот где-то комичные. Нашли сегодня картину «Кулачный бой», отдельный ее фрагмент. Личко поставим, уже фотографии, был, участвовал. Где-то три русские девицы, где-то семейное масленичное застолье. Их в достатке будет, учитывая, что все-таки проходимость в этот день, она бывает достаточно высокая, свыше 10 тысяч человек. Вот если к теме безопасности, на минутку перепрыгнем, рамки будут также стоять? Потому что многих волнует сегодня эта тема. Я хотела отдельно заострить внимание на тех мерах безопасности, которые будут приниматься. Прежде всего, они у нас связаны с ограничением движения транспорта, и рамки методетекторов, и заборы ограждений, и наряды полиции, и частные охранные предприятия. Это уже норма. Все уже к этому привыкли, и большинство участников любого проекта все это прекрасно понимает. Но с 20 февраля по 26 февраля, с 20 с нуля часов и 26 февраля до 23, будет ограничен въезд автомобильного транспорта на площадь, кое-что со стороны улицы Вилоновской и Красноармейской, потому что там будут установлены входные ворота, масленичные, такие красивые столбы с ложочками, чтобы как уже сразу в атмосферу праздника, где уже там с 23-го числа началось. И вот эти металлические рамки, да, то как-то вот такой диссонанс. По согласованию с правоохранительными органами все это гармонично вписали одно в другое, поэтому все получилось достаточно симпатично. И 26-го числа с 8 часов утра до 18.00 будет ограничено движение транспорта, традиционно в рамках площади Куйбышева, на что стоит обратить внимание. Планируя поездки на машине, все уже в основном знают, что это достаточно будет. Ну, сложно найти место для парковки. Вот эти, да, позиции одни с обожженными. А культурная программа, чтобы поднять градус веселья, есть коллективы, которые традиционно принимают участие в Масленнице, или они тоже как-то меняются? Ну, всегда очень по-разному. Понимаете, представить программу без государственного Волжского народного хора, без тех людей, на которых, в общем-то, и держится основа нашей культуры, я имею в виду музыкальной народной культуры, потому что титульный коллектив замечательный, он в составе и балетная группа, и инструментальная. Мы всегда видим либо их в полном составе на больших концертах, да, а на площадных мероприятиях иногда бывает, они выступают и разными составами, а здесь мы пригласили их в полном составе. Это действительно очень хорошо. То есть, естественно, традиции праздника накладывают отпечаток на то, чтобы были коллективы, пропагандирующие именно классическое, ну и народных коллективов разных национальностей будет. Мы никогда своих земляков, проживающих разных национальностей не забываем. Вот, и гармонисты, и военисты. И сцена в этом году тоже будет стилизована под русскую избу, с таким достаточно интересным интерьером. Пять ведущих молодые актеры наших самарских театров, которые по-своему расскажут тоже историю масленицы семейной. Это такая большая колоритная семья со своими какими-то отдельными историями детских коллективов. Большое достаточно количество и незабава поводит, и калина. То есть, все это русское, исконно наше, традиционное, веселое, задорное, и с конкурсами, уж не зная там, какие они будут в финале, на поедании большего количества блинов или одного большого блина. Это все, естественно, будет. И, конечно, ну, весна выйдет на сцену зимой, куда уж одна проводит, другую представит, а та позовет, насколько я помню, свои солнечные лучики. Я знаю, что их, наверное, будет солнышек около ста. Ну, по меньшей мере, такая есть у нас задумка. Потому что, когда мы говорим о блине, вот у меня ассоциация, это солнце. Да. Что нам нужно? Нам нужно любви, света, добра. Блин – это солнце. Поэтому вот у нас появилась такая вот идея солнышек, таких красивых на палочке, кстати, которые всем рекомендуют делать в продажу. Это так, кажется, забавно. На палочке солнышко, глазки. Действительно. Милая такая штучка. Конечно, все это мы постараемся сделать максимально ярко и интересно. Но, думаю, есть смысл прийти и сложно ставить оценки, хорошо это будет или плохо. Я не люблю это делать, в принципе, в отношении кого-то, либо того, что делаем мы. Мы все берем себе на вооружение, справляем какие-то недочеты. Ведь важно, что мы будем вместе и по очень хорошему поводу. Солнце взойдет, оно всегда взойдет. И ведь это самое главное. И тогда будет настроение. Вот если все получится, солнце взойдет. И вот это ощущение всегда прощения, оно, вот знаете, что-то всегда находится в атмосфере большого количества. Их много людей, правда. Это действительно очень много. Да, я была в том, что это все ходит, 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 ходит. И все равно очень дружелюбно, очень дружелюбно. Это же праздник. И вот Наташа, если ребятам, которые организуют работу горок, она сегодня рассказала очень интересную традицию, русскую традицию, расскажи ее. Обязательно в масленичном гулянии присутствовали горки. Их тоже мастерили в начале недели, заливали и катались. Ну, сейчас у нас тоже всяких удобных приспособлений для катания с гор великое множество. В принципе, они существовали и лет 100-150 назад примерно в том же самом виде. Здесь уже присматривались. Во-первых, с гор катались не только дети на масленичной неделе, но и взрослые. Это было вот такое обязательное действие. Прежде всего, чтобы покатались молодые. Молодые – это те, кто поженился в минувший год с минувшей масленицей. Здесь уже, ну и парни, которые ухаживали за своими девушками. Необходимо было вдвоем прокатиться. То есть молодой человек там садился на что-то, девушку брал на колени. И дальше уже смотрели про протяженности, кто дальше прокатится. Считалось, что вот эта вот молодая пара, пара, которая задумывается о продолжении рода, о своем плодороде, она обещает вот это плодородие для Нового года, для нового урожая. И вообще масленичная неделя она очень чествовала именно молодых. И молодые становились вот ну как бы центральными фигурами, на которых обращали внимание. В этот день надо было свою вот эту вот новоиспеченную вторую половинку выгулить, показать окружающим людям, показать, что семья счастлива, что семья существует. И вот это должно было, то зарождение жизни в природе, с которым приходит весна, в человеческой жизни должно было быть подтверждение этому. И вот как раз молодые на масленичной неделе, они были подтверждением. Но вот эта традиция до нас дошла. Мы тоже вот все выгуливаем друг друга в масленицу. И кто катался на масленичной неделе с гор, старались, чтобы вот этот вот путь, протяженность был как можно длиннее. В народном представлении, чем дальше прокачиваешься, тем длиннее и лучше уродится лен. Лен для крестьянина это одежда. Ну в нашем понимании это какие-то обновки, которые каждого из нас, конечно же, ждут. И хочется, чтобы в Новом году снова весел. И вот мы сейчас просто, Наталья сегодня рассказала эту интересную традицию, мы поговорим с организаторами катания на горках для того, чтобы на следующей неделе уже успеть для горожан сделать объявление. Но там будет достаточное количество зазывал, которые будут приглашать именно молодоженов в катание. Не просто катание ради катания. Какую длину они накатали. Это все сделать на катание. Я думаю, ребята поддерживают у нас эту идею. Потому что действительно она очень симпатичная, очень интересная. Видите, как все новое открывается для нас. А еще какие традиции дошли до нас? Вот из тех времен, которые мы тоже сегодня поддерживаем или возрождаем? Я думаю, что эта традиция, которая живет в каждой семье. Масленица – это праздник прежде всего семейный. Родных, близких. Обязательно было ходить в гости, готовить обильный стол. А вот кроме блинов что там? При том, что этот стол уже без мяса он существовал. То есть это, мы говорим, блины. Ну понятно, у каждой хозяйки свой рецепт. А рецептов блинов великое множество. То есть блины можно из разной муки. Кислые или не кислые блины делать. Дрежевые. Гречишные. Там самые разные. Может быть, это оладья. Есть блины с припеком, которые тоже каждая хозяйка делает. Татьяна Викторовна, вы печете блины? Вот так вы прям включились в разговор на масленицу. Ну и пеку, и есть еще один блин. Да, блин. Лучшие блины у моей дочери. Бесподобные. Дочь печет блины бесподобно. Вообще, каждая хозяйка старалась свой секрет блинов никому не рассказывать. И могла, допустим, только мама дочери рассказать. Ну, то есть в кругу семьи. Потому что это было действительно вот такое богатство, которое сохранялось у каждой семьи. Блинами угостят, похвалятся. А когда спросят про рецепт, скажут, ну, это там мой секрет. А здесь вообще мы пробовали один раз на одинаковых сковородах, на одинаковой плите картошку жарить. Все равно получается по-разному. Вот есть на глаз, и однозначно, вот даже из одной мисочки будем тесто разливать, но блины получат совершенно разные. Совершенно разные, да, потому что каждая хозяйка чувствует даже вот этот процесс совершенно по-своему. Самые разные начинки, самые разные какие-то сопровождающие там, в общем-то, моменты, связанные с блинами. Пироги, выпечка, обязательно это были какие-то сладкие угощения, потому что после уже наступал Великий пост, и вот этого вот обилия молочных продуктов, обилия там творог, яйца, сыры, всего этого уже не будет. И вот как раз на Масленицу старались этим, ну, впрок как бы наесться, можно так сказать. А как веселились? Вот мы сейчас говорили про культурную программу, современную, да, тут чего только нет. А раньше что было? Ну, в этом году вот культурная программа прям очень близка к традиционной. Вот эти все развлечения, о которых как раз было рассказано, это были представления театральные, это были скоморохи, это был театр Петрушки, это был показ каких-то представлений, которые... Ну, сейчас у нас есть телевидение, мы всю информацию получаем как бы больше оттуда. А представьте, что вот этого нет. Нет интернета, телевидения, и, конечно, масленичных гуляний ждали. Ждали, потому что вот эта яркая картинка, которая сопровождала вот масленичное действие, какое-то переживание для эмоций человека, оно как раз присутствовало. Были, конечно, состязания. Состязания были мужские, это были вот кулачные бои, это были какие-то соревнования, которые проходили мужчины. Это было зрелище для остальных. Это были катания на лошадях, то есть это было некое такое яркое действие, которое включались все. Считалось, что на масленицу не выйти на гуляние, только две категории могут. Это старые, старые, ветхие и больные, и младенцы, которые в силу малолетства просто не поймут. А женщины наряжались, да? Конечно, бесспорно, женщины наряжались. Как я уже сказала, в первую очередь вот молодуху было видно, потому что она ярче всего была одета и красивее всего. Ну и остальные тоже все свои наряды доставали. Но все-таки праздник есть. По поводу широкой масленицы. Площадь Куйбышева понятна. А все-таки кто не сможет выбраться на площадь Куйбышева? Где-то во дворе в своем еще где-то они смогут отметить? Говоря о традициях, уже, наверное, о традициях достаточно давнишних, а сейчас они просто уже у нас укоренились. Это празднование масленицы, да и Нового года, и других каких-то праздников. Это внутри двора. 73 площадки сейчас по 9 районам. Мне кажется, это очень хорошо. И везде организаторами это те люди, которые живут в каком-то микрорайоне, внутри крупных дворов. И ТОСы часто, да? Это и есть ТОСы, я понимаю, это самые главные люди. Конечно, ТОСы. Они являются везде, вот по нашей такой общей информации. Эта информация будет опубликована в наших печатных изданиях, в Самарской газете, на сайте. Можно будет ознакомиться и посмотреть, где будет собираться народ. Ну вот, вы знаете, там, наверное, ничего особенного не надо. Я так понимаю, люди собираются всем миром для того, чтобы вместе погулять, показать, откушать вкусные блины и попросить у друг друга прощения. Вот. Поэтому здесь тоже будет и со своей отдельной программой, там же и гармонисты с соседнего подъезда. Здесь особых, мне кажется, таких вот изысков не надо. Хотя я знаю, что очень многие творческие объединения, образовательные, культурные, они всегда откликаются на то, чтобы побывать в каждых дворах в зависимости от того, куда их приглашают. Поэтому, ну, широко, не широко, не мне вот судить, по большому счету. Но вот, наверное, из всех вот таких массовых-то развлечений у нас только нет кулачных боев. Ну, это сложно. Плохо или хорошо, лучше этого не надо. Лучше избежать этого, да, мы сегодня уже вспоминали картины из фильма «Сибирские цирюльники». Это чудесный кулачный бой. Зачем? А чтобы зависть из себя выбить. Вот как-то так. Да. А это есть такая эмоция. Кто-то ходил, наверное, просто подраться, а кто-то действительно что-то. Вот, ну, выплеск таких, наверное, эмоций. Зима-то в этом году была настоящая. Ощущение длинной зимы, холодной зимы, она вот, естественно, присутствует. Да. Я хотела, Наталья Юрьевна, у вас поинтересоваться. Не все языческие праздники так широко входят в нашу повседневную жизнь. Чем вот именно Масленица, что в ней такая, какая у нее смысловая такая нагрузка, и духовная, может, и что-то еще, что вот она не ушла в прошлое, да, полюбилась. Да, мы об этом говорили тоже и уже отмечали. Вот это ожидание скорейшего прихода весны. Крестьянин ожидал прихода весны, потому что это приход нового сельскохозяйственного года. Конец зимы. В традиционной культуре, в традиционном пространстве дома уже какие-то запасы заканчивались. Уже хотелось радоваться солнышку. На днях, выйдя с работы в положенное время, я осознала, что светло на улице, что я могу еще дойти до дома в светлое время суток. Конечно, вот это вот нас всех и угнетает. Наверное, сейчас так же, как и там столетия назад, как и тысячелетия назад, мы ощущаем вот это вот физическое прибавление дня, астрономическое прибавление дня, цветового дня. Чувствуем себя бодрее, лучше. Понятное дело, что и авитаминоз на нас давит и все остальное. Но вот этот праздник, он как бы отсчитывает начало вот этого теплого времени года, сезона времени года. Ну, до Масленицы дожили, потому что, в общем-то, и весна на пороге. Да, уже да. И у нас буквально одна минутка остается. Татьяна Викторовна, еще раз пригласите, пожалуйста, на Широкую Масленицу. С 22 по 26 на площадь Куйбышева на Широкую Масленицу будем рады видеть всех наших горожан. Коротко и понятно. Обо всех подробностях мы уже рассказали. Спасибо вам большое за такую важную, интересную и позитивную информацию. Вместе проводим зиму, встретим весну. Всего вам хорошего. Я прощаюсь и с вами. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова